Всем доброго времени и суток. Сегодня у меня на ремонте такой вот ноутбук Hewlett Packers, соответствующий модели. Значит, это, конечно, не моя стихия, но товарищ хороший попросил посмотреть, так как он у него падал немного, и после чего он не включается. Уже слегка осмотрел его, смотрю, прокачанный ноутбук, ножки такие модные, зарядная, тоже подпрокачена, удлиненный кабель. И вот тут первое, что мне попалось на глаза, вот этот вот зарядный штекер как-то неестественно смотрится. Во-первых, он сначала, кажется, что он разломанный, но если хорошо присмотреться, то мне даже кажется, что он наплавлен. Скорее всего, что там, возможно, был плохой контакт, и он просто даже начал плавиться. Гнездо зарядки тоже вызывает подозрения. Ну, хотя, вроде, еще более-менее живой батареи уже с одной стороны держится. По поводу батареи мне пояснилось, что он ее редко пользуется, поэтому она, скорее всего, даже разряжена. Ну, я думаю, стоит начать вот с этого вопроса, выяснить, работает ли у нас зарядная, а потом уже переходить к ноутбуку. Не буду ходить около до около, просто разрезаю вот эту вот часть, дабы увидеть, что меня ждет внутри. Попробую для начала канцелярским ножом. О, кстати, оно не твердое. Дальше подраскроем кусачками. Вот так это нам все выглядит внутри. Тут главное не торопиться, чтобы провода не испортить. Оно будет сразу видно, где что находится. Здесь у нас минус, затем, скорее всего, плюс, а в центре это, возможно, даже дополнительный провод. Вот, сейчас мы замерим напряжение. Смерим мультиметр. Минус, плюс, по нолям. Сейчас попробуем прямо на контакт. А, хотя, смотрите, сразу не обратил внимания. Вот проблема. Почему, когда я вот так вот смотрел, оно и казалось, что оно оплавлено. Вот, если вам видно оплавление. А вот контакт. И тут припой, если присмотреться, так видно, что прямо подкорачивало. Скорее всего, что здесь и будет проблема. Сейчас прямо на проводе проверим. Вот, напряжение присутствует. Значит, сейчас мы пропаяем этот контакт и подключимся к ноутбуку. Посмотрим, возможно, вся проблема заключается именно в этом заряде. Меня там часто хают, что делаю несложные ремонты, сделаем что-нибудь серьезное, ха-ха. Даже в описании моего канала написано, я показываю простейший ремонт, который можно выполнить в домашних условиях, и не надо переплачивать деньги в мастерских. Вот, если сейчас исправим вот эту проблему, ноутбук запустится, то, вы представляете, просто товарищу сэкономить деньги. Да, если там что-то серьезное, понятно, что в домашних условиях вы не сделаете. Но за такую же поломку никто мог бы даже не сказать, что там именно со штекером проблема, это уже в зависимости от совести, как говорится, мастерской. Но в любом случае, содрали, поверьте мне, прилично. Ну, от слов к делу. Просадка какая-то непонятно на штекере, видите, здесь получается показывает нормально, а здесь уже просадка. Видимо, все-таки стоит его полностью разобрать и осмотреть. По итогу у нас здесь два провода идет. Центральная я здесь не вижу, хотя он есть центральный, но... Все-таки тут штекер. Видите? Три точки на провода, всего лишь два. Это уже обычно еще здесь идет на проводе оплетка. И вот она как раз-таки на центр подсоединяется. А я ее здесь не вижу. Проверяем еще раз напряжение. Ну, не совсем стабильная, но около 19 вольт, какие должно быть. Теперь смотрим опять же внутри. Вообще полтора вольта. То есть, такое ощущение, что все-таки проблема с этим разъемом. Полностью отпаянили. Прозвоним вот этот контакт и внутренний. Он не звонится. Скорее всего, что там реально разломан. Да. Видите там вот этот контакт? Он просто обломан и получается. И вот это питание плюс внутренний переходил в это. А решил пока немножко поколхозить. Так как такого разъема все равно на данный момент под рукой нету. Поэтому пока так сделаю. А потом уже буду искать разъем. Потому что все равно надо как бы проверить работоспособность ноутбука. Я просто тут эту трубку эту наружную, вот видите, такой длины было. Я ее срезал и добрался как раз-таки до внутреннего контакта. Сейчас я его заложу и подпаяю к нему провалду. Видите, из латуни, поэтому очень легко залудился. Это у нас он получается плюсовой. Соответственно минус. Ну и теперь еще раз замеряем движение. Ну и другое дело. Теперь оно у нас присутствует. Немножко изолентой подмотаю, потому что все равно разъем надо будет менять. Поэтому для проверки пока сделаю тракут. Теперь берем нарук. Ну и подключаем к нему зарядный. Видите, здесь должна быть индикация, но она не светится. Возможно, есть еще какие-то проблемы. Но попробуем все-таки нажать на кнопку пуск. Ничего не происходит. Возможно, этот разъем еще и внутри был сломан. Поэтому будем вскрывать ноутбук и посмотрим, доходит ли у нас питание внутрь. Коль у нас была проблема с этой стороны, вполне возможно, если он падал вместе со штекером, то мог и здесь что-нибудь повредить. Поэтому сейчас мы вскроем ноутбук и посмотрим вход по питанию еще. Посмотрю, здесь как бы конструкция вообще несложная. Можно выкрутить все видимые винты. Я думаю, скорее всего, крышка просто откроется. Вот этот винт, он удержит у нас дисковод. Поэтому мы его выкручиваем. Целиком желательно. И потом отсоединится дисковод. Сразу убираем в сторону. И далее просто выкручиваем все видимые винты. Их тут, кстати, и немного. К тому же товарищ попросил, если уже получится запустить, и буду разбирать. Заодно уже поменять и термопасту на процессы. Ну и, соответственно, почистить кулер. Чуть не попался. Здесь, оказывается, гарантийная наклейка. Вот что меня сдержало. Да, кроме одни подвохи, тут еще подножками, оказывается, винты. Ну, на своем опыте, как говорится, учатся. Вот, оказывается. Но зато собственными усилиями. Получается, здесь подножками были винты спокрыты. Еще один подплом. Но зато, смотрите, как он легко ремонтоприводен. То есть, крышка снимается. И полностью все под рукой. И кулер, и винчестер. То есть, все органы, все под руками. Считаю, что это очень даже удобно. Потому как у меня там ноутбук Dell. Там намного сложнее. Ну, теперь нас интересует вот этот разъем по питанию. Нужно будет замерить. Скорее всего, здесь питание должно приходить. Хотя здесь индикатор стоит. Поэтому сейчас я все-таки вскрою. Посмотрю именно сам разъем. Винты откреплений положу в отдельное место. Чтобы они не перепутались. Нет, тебя мы не будем трогать. Нас интересует эта сторона. У меня сегодня помощница. Я еще параллельно за нянечку. Да, дочь? Да. Папа, дай кроя. Конденсаторы. Да. Наверное, тут, наверное, сломано крепление. Крутится на одном месте. А еще здесь есть. Сколько здесь скрытых винтов. Получается, нам надо снять кулер, чтобы отвернуть вот эту часть. Если бы снять кулер, надо все равно с процессора снять. Довольно-таки интересный ноутбук. Одно за одно завязан. Ну что же. Снимаем все равно. Видите, сколько пыли. Все равно мы уже пообещали будем чистить. Ну и четыре винта, которые на процессоре. Еще. И здесь, да. Еще. И здесь. Хорошо, что у меня есть такая помощница. Ну, тут, наверное, еще и на видеокарте сразу. У нас. У-у-у. Ребятки. Сколько здесь пыли. Пыли. Да, пыли. Там не за рамы сюда. Пыли. Да, здесь пыль. Это мы попозже почистим. Щеточкой потом почистить Да, вот этот шлейф окажется не от кулера Мы его на место А от кулера у нас здесь Тихонько соединяем Тонько? Да, тихонько Чем тонко? Ну, вон, так и хорошо Держится винтик, не до конца открутили Да Ох, сколько там пыли, смотрите Явно давненько И там пыль Теперь вот этот шлейф Нас интересует Который идет по питанию Здесь вот черный, красный Вот сейчас мы его и замерим Подключаем Источник питания И замеряем напряжение Присутствует оно у нас или нет Смотрим 15-17 вольт У нас приходит надплата И вы смотрите, оно как-то совсем нестабилизировано То есть, получается, у нас на плате должно быть 19 вольт Насколько я понимаю, от блока питания И замеряем напряжение Папа Это проводочки, которые идут на динамике Чтобы было слышно в мультике, когда ты смотришь Так, знаешь, сейчас тогда подключусь к лабораторным блоком питания И тогда проверим Это винчестер Память На всякий случай верну пока кулер Потому что если он вдруг запустит, чтобы проблем не было Не пить? Да Назад Как грязный Потом почистим И тут еще один Ну, там потом закрутим Взял источник питания Выставил 19 вольт Штекер взял уже, который на блоке питания Так как я нарушение особо не занимаюсь Ремонтом просто по просьбе товарища И подключаем его к ноутбуку И вот И сразу же загорелась индикация То есть, получается, что все-таки проблема в блоке питания Сейчас я попробую запустить ноутбук На своем лабораторнике Употребление только у него 1 ампер И вот, пожалуйста, ноутбук запускается То есть, все-таки иногда самое простое есть самым простым В принципе, ноутбук тоже я разобрал Это не страшно Потому что, я же говорю, увидели, сколько там пыли, грязи Меня просили заменить термопасту И почистить А, по сути, получается проблема в блоке питания Хотя, конечно, можно было и сразу обратить внимание Что там напряжение скакало от 18-19 вольт А, видите, когда мы подсоединили к ноутбуку Просадка до 14 вольт проходила И, соответственно, получается, ему не хватало для запуска Как только я подключил стабильный 19 вольт У нас сразу же загорелся даже индикатор И вот ноутбук запускается То есть, уже пол дела сделано, когда найдена неисправность Значит, сейчас я его выключаю Кстати, потребление у него 1, ну, короче, скачет То есть, даже меньше 2 ампер получается В таком обычном режиме Значит, я его пока выключаю И будем заниматься источником питания Вскрытие источника питания Вон, видите, по-разному даже попадались разборные Где есть винты Но этот, получается, цель наклеенный Поэтому обычно беру нож В тарец вот так вот ставим И молоточком тихонько Иногда получается, что он полностью лопается А здесь, видно, так не получится Ну, нет Может и получится Видите, уже разошлось И так вот можно с каждого угла Тихонько Раскалываем Вот так вот Еще на термоусадке На термоклея посадим Там вот что-то, видите, все позалито Хотя зачастую Полегче вылазит Ну, постарались, конечно, приклеить А теперь надо снять вот эту защиту Все И уже будем Видите плату Конденсатор И что еще припалим Тут, конечно, ремонт Всегда очень удобен Залить, конечно, и не ленятся никак Двух сторон запаяли И здесь Довольно-таки хорошо постарались Я вел речь Непосредственно про вот эти вот два конденсатора Они здесь по выходу стоят Вот внешне, если на них посмотреть Они, в принципе, неплохо смотрятся То есть Вполне возможно, что они целые Но есть еще Вот там вот конденсаторы Просто из-за того, что здесь все залито Толком не понять Которые из них Они, получается, стоят в цепи Шим-контроллера И когда у них происходит просадка То тоже получается Вот это нестабильное питание на выходе Я говорю, вот этот Все, клея Они, получается, нам Доставляют проблем Сейчас я попытаюсь достать У тех два конденсатора И вот этот третий Выпалить Потом проверим Транзистор тестером И заменим их И потом посмотрим выходное напряжение Перепаяло конденсатор И сейчас Посмотрим, что у нас с напряжением Существенно ничего не изменилось Как оно пульсировало Так оно и пульсирует Значит, дело не в этом конденсаторе Сейчас я тогда еще проверю Вот этих два И потом уже будем делать Какие-то выводы Вот появилось, значит, этих два конденсатора Которые ближе к большому 22 микрофарада 50 вольт Второй 10 микрофарад 50 вольт Сейчас мы их посмотрим 22 на 50 Аж 23 микрофарада Ну вот ESR у него низковато Поэтому, возможно, даже вот из-за этого Будет и нестабильность Берем 10 микрофарад 50 вольт Здесь вообще нанофарад Ну, это как раз-таки 10 микрофарад ESR 4.7 Это может быть повышен Поэтому, дабы не гадать Я просто сейчас поставлю Два новых конденсатора Заверю в эту цепочку И мы все увидим Итак, заменил два этих конденсатора И проверяем, что у нас на выходе Чего и стоило доказать На выходе 19 практически с половиной вольт Стабильно уже ничего не дергается То есть, получается, что они в цепи вот этого контроллера стоят И вот давали вот эту нестабильность Значит, сейчас я соберу это все в корпус И попробуем подключиться к ноутбуку Собрал ноутбук Заменил термопасту Все почистил Значит, сейчас подключаем петли Не знаю, видно вам или нет Индикатор светится уже Сейчас попытаемся включить ноутбук В принципе, уже слышно запуск винчестера Ну и видим То, что ноутбук заработал Вот такой вот получается ремонт Не знаю, сложно он или не сложно решать вам Понятное дело, что профессиональные мастера будут меня об этом хаять Но я думаю, сэкономленные деньги для моего товарища Который к тому же пенсионер Лишними не будет Я думаю, что он найдет их куда потратить А вот такой ремонт Почему бы не попробовать сделать самому Если уже понятно, что если бы Здесь питание Не проблема была с блоком питания А дальше уже углублено Я бы, возможно, не полез в материнскую плату Потому как я уже вам говорил Это как бы не моя стихия Но Тем не менее, я думаю, что вот такой вот ремонт Справится каждый Можете написать свое мнение в комментариях Всем спасибо за внимание Всего хорошего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!